Всем большой привет! Меня зовут Наталина и в сегодняшнем видео мы с вами обсудим новую коллекцию от NYX. Но я, как всегда, дольше всех все снимаю. В общем, это коллекция I Love You So Mochi. Она названа, я так понимаю, в честь японской мороженки такой Mochi. Итак, у нас здесь с вами палетка теней, палетки хайлайтеров, потом есть еще у меня рассыпчатые хайлайтеры, вот такие голографические. И у меня также есть блески для губ и тоже голографические. В общем-то, давайте мы сейчас с вами посмотрим нанесение этого макияжа и потом во второй части видео я вам расскажу, в общем-то, свое мнение об этих продуктах. Итак, вот сводчи первого ряда этой палетки. Здесь нанесение пальцем, здесь нанесение кистью. Посмотрите, вообще просто нет отличия. И вот здесь вот второй ряд, здесь нанесение пальцем и здесь нанесение кистью. Это первая палетка хайлайтеров, а вот это вторая палетка хайлайтеров. Из этой палетки я возьму первый цвет. Это светлый достаточно оттенок, примерно цвет кожи. Он отлично подходит для закрепления базы. И возьму здесь вот этот оттенок и им немножечко оформлю складку. Возвращаюсь к палетке I Love You So Mochi и набираю вот этот цвет и наношу его на все подвижное веко. Он наносится и кистью, и пальцем хорошо. Он прям очень такой мягкий металлик, пальцем лучше. Сейчас я вам покажу. Дальше я наберу немного вот этого оттенка. Он, знаете, такой больше с блестками, что ли. То есть, если вот этот, вот этот оттенок, они прям намазываются, то вот этот какой-то более глиттерный. И его я наношу, видите, в качестве блика просто на центр подвижного века. И дальше я набираю вот этот цветло-розовый, такой нежный оттенок. И его я добавляю на внутренний уголочек. Ну, то есть, вот сюда. И далее я рисую стрелку, используя вот эту подводку от NYX. Здесь прям у вас над руками должен быть максимальный контроль. И дальше я беру вот этот супер темный оттенок и наношу его на нижний век. На самом деле, он у меня смешался с черным карандашом и слизистый, и блеска этого особо не видно. И дальше я крашу ресницы, используя тушь Stacked. Мне она очень понравилась. Больше нравится, чем вторая тушь от NYX. Worth the Hype, по-моему, она называется. Так, я еще приклеила ресницы. Пока подсыхает клей, я нанесу пока консилер. Дальше наношу скульптор из вот этой тройной палетки. Это оттенок Fair. 0,1, по-моему, да. Самый удачный цвет просто в этих палетках. И также нанесу вот эту высветляющую пудру под глаза немного. И нанесу вот эти румяна. Это оттенок Crushed Rose из серии вот этих румян-четверок. Мой самый любимый оттенок. Потому что я их все прям, знаете, так вместе иногда смешиваю. Иногда беру вот этот сектор, иногда вот этот. Но мне даже нравится все это вместе. Смешать без хайлайтера вот этого сбоку. Ну что, теперь уже интересненько начинается. А, кстати, я забыла под бровь нанести хайлайтер. Вот здесь он уже есть. Я взяла вот такую палетку с хайлайтерами и нанесла сначала вот этот оттенок, такой более розовый. Но он, знаете, он доухромит. Видно, наверное, да? Из розового в такой голубовато-фиолетовый. Также добавляю сначала его во внутренний уголочек, а потом вот этот оттенок. Кстати, в этом наборе была еще кисть для хайлайтера. Она, конечно, синтетическая. Вот реально не знаю, как она будет с сухими текстурами. Я не люблю синтетические кисти для сухих текстур. Хочу очень попробовать голографический хайлайтер. Ух! Вауч! Ой! Ну, необычно. Прикольненько, по-моему. Знаете, что круто? Я когда отворачиваюсь, видите, вообще никакого пятна нет. Ну, и сейчас-то модно. Такие всякие цветные, голографические хайлайтеры. Не скажу, что это какая-то прям моя тема, но вполне себе интересно. Я тоже, кстати, пробовала вот этот и вот эти хайлайтеры. Они на моей коже вообще нормально смотрелись. Давайте я попробую на коже. Вот голубой мне точно не понравится. Я не люблю такие цвета на своей коже. Давайте я вот этот розовый хайлайтер попробую нанести на галочку на верхнюю губу. Но они все с каким-то немножко голубым шифтом. Но не скажу, что мне это не нравится. Ну, хотя, ну так, странновато. Здесь, кстати, куча вариантов для губ. Все это голографические блески. Вот я вообще не фанат. Вы знаете, я не очень люблю металлики на губах. Сама по себе текстура крутая, очень красивый эффект. Но вот куда с этим? Ну, то есть, я понимаю, какая целевая аудитория NYX, да? Но просто это не совсем подходит мне. Хотя вот я бы с удовольствием сделала бы какую-нибудь креативную съемку. Такого урода, потому что, посмотрите, просто бабах. Вообще кайфе. О, вот этот какой красивый. Это, знаете, какой оттенок? Crushing it. Первый розовый оттенок был The New Normal. Новый нормальный. Ну, с нормальным я бы так не горячилась бы. Day Club. Дневной клуб. Потом это был оттенок Gypsy Dreams. Мечта цыгана. Потом я уже сказал Crushing. И последний оттенок Lucid называется. Даже не знаю. Но давайте нанесу... Давайте нанесу оттенок, который мне больше всего понравился. Который Crush it. Поскольку я вижу просвет губ, я думаю, что это лучше было бы, наверное, использовать в качестве какого-то топера. И у меня для вас сюрприз. В общем-то, все то, что я показываю в этом видео, я хочу еще дополнительно разыграть. Потому что у меня есть еще одна целая просто коробка всех этих средств абсолютно новых. И все, что вам нужно сделать для того, чтобы выиграть вот эту коробку, это подписаться на мой YouTube-канал, поставить колокольчик также на моем YouTube-канале, подписаться на мой Instagram и, соответственно, сообщить свой ник в Instagram в комментариях внизу. Сроки проведения будут в инфобоксе и победителей я буду, как обычно, выбирать в прямом эфире в Instagram. В общем-то, все даты, все сроки будут указаны внизу. Итак, в этой коллекции две палетки теней. Одна более яркая и одна более нюдовая. Они стоят 1450 рублей. Мне очень понравился вот этот финиш блестящих теней. На самом деле здесь только один матовый оттенок, вот этот. Остальные здесь такие плюс-минус одинаковые, прям они как мягкие кремовые. И смотрите, они прям пальцем, их прижимаешь, и они как полукрем продавливаются. Они, в принципе, также наносятся. Тени очень стойкие. Я почти все оттенки уже пробовала на глазах. Мне кажется, вот эти два я только не пробовала. Вот этот цвет мне понравился именно для того, чтобы ставить какой-то акцент, какой-то блик на центр подвижного века. Ну или на то место, где вы хотите получить блик. 1450 рублей цена. Да, безусловно, это не дешево. Но NYX уже достаточно давно, мне кажется, не самый бюджетный бренд. Эта палетка намного более лично для меня интересная, чем вот эти палетки из серии стихий. Но просто потому, что я избалована тенями, у меня их много-много. Здесь же эта палетка, имейте в виду, что она практически вся состоит из каких-то украшалок. То есть, эта палетка, она дополнительная, в принципе, к чему-то. Ну, либо вам нужна, например, подводка. То есть, вы можете вот этим оттенком закрепить базу под тени, либо консилер, либо, ну, то, что вы наносите перед макияжем на века. И дальше любой из этих цветов, либо их смесь, вы наносите на центр подвижного века. И, собственно, все на этом. Вот этот оттенок очень красиво было бы на черных смоке использовать в качестве блика. Да, в принципе, их все можно в коричневых черных смоке использовать. В общем, классная палетка, мне прям очень понравилась. Дальше палетки хайлайтеров. Я не скажу, что я фанат, потому что, ну, просто мне не то, что не понравилось качество, да. Просто я таким не пользуюсь. Дюна 1290 рублей. Естественно, если у вас нету хайлайтера какого-то любимого, то за эту цену вы можете найти какой-то классный хайлайтер. Дальше вот эти голографические блески для губ. Опять же, вот вы знаете, для меня вся эта голография, все это очень модно, очень стильно. Меня это вдохновляет сделать какую-нибудь интересненькую креативную съемку. Но это меня абсолютно не вдохновляет накрасить себя этим. Я не люблю голографию такую на себе, не помады. Помады вообще я люблю либо с матовым, либо с глянцевым финишем, но точно не металлики и не вот это. Мне, ну, не нравится это на себе. И вот этот рассыпчатый голографический хайлайтер, опять же, на себе. Ну, мне кажется, что это выглядит несколько странно, как-то не очень уместно, не очень понятно. Но я хотела бы сделать какую-то съемку и, например, модели всю вот эту зону покрыть этим хайлайтером. Купила бы я его? Нет. Равно как и вот эти палетки, для меня это тоже нет. Поэтому из этой коллекции, в принципе, все мимо меня, кроме палетки тени и тени. Очень понравились, очень крутые. Суперская формула и дорогие NYX, вот это та формула, которая действительно заслуживает внимания. Так, что это такое у нас? Собственно, вот. Продолжение следует...